Привет-привет! Мы Камерный Тарошный Клуб. Сегодня обновление темы по картам-восьмеркам, то есть очередной апгрейд. И что я тут могу сказать? Это единственные номерные тарошные карты, с которыми я на «вы». Буквально на «вы». В двух смыслах. Почему так? Все дело в восьмерке, в числе 8. Во-первых, я так и не выделил, так скажем, основной принцип этого числа, 8, как базис, в котором я нисколько не сомневаюсь. То есть я не умею легко обращаться с этим числом, как бы разбирать и собирать его. Оно не до конца для меня понятно. Не до конца для меня открылось, скажем так. То есть да, на «вы», а не на «ты» я с ним. А во-вторых, что я точно понял, так это то, что восьмерка, вот в процессе всего вот этого с ней обращения, познания этого числа, пускай так пафосно будет сказано, познание, ну окей, пускай будет так, она требует реверансов, да, каких-то, какого-то поклонения, потому что оно реально мудреное, оно не банальное число, авторитетное даже, возможно. Как бы на стыке одухотворенной философии и чисто материального. Вот как это совместить вместе, я до сих пор понять не могу. Но к чему-то я пришел в итоге, конечно же. Да, мне сложно с числом восемь. Вот так вот я скажу. И, кстати, некоторые современные нумерологи считают число восемь, как, рассматривают его как символ единства тела и души. Но я начну не с них, конечно же. Вернее, к современным нумерологам я вообще обращаться не буду. Я начну сразу с пифагорейцев, с моих любимых пифагорейцев. И по пифагорейцам восьмерка более всех причастна телесному миру, уступая лишь двойке. Вот так они мыслили. Потому что она четно-четное число. То есть делится на два и потом еще раз на два. И поэтому они связывали восьмерку с богинями земли, Рей и Диметрой. И называли ее матерью. Вот для меня этот мифологический аспект очень понятен. Рея и Диметра как богини земли. И, кстати, при числовых гаданиях восьмерка предвещает меланхолию, по их мнению. То есть в ней присутствует тот самый элемент вот туда, к земле. И, видимо, под землю так же, в глубину куда-то. И число восемь также, согласно пифагорейцам, это символ гармонии, это священное число, которое означает стабильность. А так же изворотливость. И зовется еще всесогласующий из-за необычайного очищения или потому, что она равна-равна-равная и сама во всем очистительная и поразила всех возникновением правосудия. И, кстати, не только пифагорейцы связывали восьмерку с правосудием и законом. В других культурах, восточных в первую очередь, такое же прослеживается отношение к числу восемь. По пифагорейцам восьмерка также связывалась еще и с замыслом и осмысленностью, эросом и дружбой. Осмысленность. Вот по какой-то причине хочется именно на этом акцент сделать. Осмысленность. Также называли ее хранительницей и владычицей и еще водительницей, потому что она несет в себе двойку в качестве семени, то есть первого четного числа. Да, вот так они ее мыслили, и из этого всего я выделяю следующее для числа восемь. Это явно какая-то мощная, конкретная укорененность, устойчивость с опорой на законы и традиции и охранение всего этого. То есть во многом, конечно же, схоже с четверкой. Во многом. Но это не четверка. Что еще по восьмерке? Восьмерка это тот же куб. Тот же куб, что и по шестерке, да? Шесть плоскостей. Но только тут идет связь через восемь точек двух квадратов. Это значит такая сверхстабильность. То есть означает надежность, доведенную до совершенства. То есть число восемь можно обозначить как усовершенствованное число четыре, в данном случае, и одновременно усовершенствованное число шесть. Вот как-то так. Кстати, тут еще и присутствует связь с шестеркой и в контексте достатка, изобилия. Например, тот же Агриппа, он называет число восемь числом материального успеха, финансового благополучия, процветания и изобилия. Наградив тем самым число восемь почетным званием самой денежной цифры. Вот так вот. Агриппа мыслил так. Что еще важно отметить? Насчет законченности и предела. Да, законченности и предела. Я уже упоминал об этом в роликах про четверки и девятки. Число восемь – это пороговое число, как мера счета. Четыре умножить на два равно восемь. Далее него происходит что-то исключительно новое и непознанное. И это подтверждает значение числа девять. То есть девятка имеет связь с понятием «новый». Из древнейших времен в разных культурах девятка имела значение как нового числа, прибавленного к двум группам из четырех пальцев, не считая больших. Из четырех пальцев на обеих руках. Счет велся именно так. То есть восьмерка – это и ограничитель во многом, так скажем. Тот самый, да, предел, порог. И еще вот, что я хотел бы отметить. Число восемь и христианское мифотворчество. Как они монтируются? Мне кажется, это очень интересно. Поскольку восемь человек было спасено из потопа, число восемь стало ассоциироваться с крещением – ритуальным повторением первоначального потопа. И вот христиане в эпоху античности и средние века всегда делали баптистерии восьмиугольной формы. То есть выстраивали их вот как восьмиугольные, да. Например, надпись, созданная святым Амвросием для баптистерия церкви святой Теклы в Милане, она гласит. Восемь – это число стен, число, достойное святыни. Действо происходит здесь, за восемью стенами. Мистическая форма дома, под кровом которого происходят водные ритуалы. Ритуалы ради спасения человека. Мистическим числом восемь. И занятно, кстати, что это число восемь. Оно очень значимо и в дальневосточных религиях, в частности в буддизме и даосизме. Например, символ буддизма, колесо Дхармы, оно представляет собой колесо с восемью спицами. И вот эти спицы символизируют восьмеричный путь избавления от сансары. И вот что символизирует каждая спица. Это правильное воззрение, правильное намерение, правильная речь, правильное поведение, правильный образ жизни, правильное усилие, правильное пометование и правильное сосредоточение. То есть, как правильно жить и как что правильно делать – тут ключевое. И это опять во многом соотносится с ключевыми принципами числа 4. А здесь четверка, как бы восьмерки, помножена на 2. Вот эти связи я выделяю здесь. И из этого можно сделать вывод, что число 8 это также число индивидуации. То есть выражение целостности. Исследование каким-то установкам, незыблемым, каким-то правилам, принципам, целям, которые не подвергаются никакому переосмыслению. То есть это правильно изначально. Это не какой-то жесткий догматизм. Это скорее какие-то изначальные морально-нравственные нормы. Может так возможно это обозначить. Чисто интуитивно складывается ощущение, что восьмерка об этом. Как раз об этом. То есть вот такое число. Оно очень замысловатое, на мой взгляд. Но ведь от чего-то отталкиваться надо, правильно? Поэтому я выделяю такую формулу, чтобы упростить немножко. Восьмерка это заземление или даже погружение, углубление. Но в каком контексте? В первую очередь, как усовершенствование чего-либо, что требует стабильности, укорененности. То есть усовершенствование до предела. И в этом есть что-то психологичное. Что я имею ввиду? Как погружение в себя. То есть это в первую очередь касается субъекта. Восьмерка мечей. Эта карта чем-то схожа с четверкой мечей. Но есть и явные отличия, как я это вижу. В чем они заключаются? Здесь присутствует что-то более емкое. В отличии от четверки мечей. То есть что-то на уровне формирования личной философии. Каких-то очень твердых убеждений. Как бы максимально правильных, так скажем. Которые человек для себя избрал. И им же следует. По жизни. То есть такая, знаешь, сила принципиальности. Как бы жизнь без компромиссов. Вот, например, смотри. Какие-то ложные предвыборные обещания. Вот эти бесконечные, которые мы наблюдаем. Обманчивая реклама. Воровство. Коррупция. То есть компромисс стал образом жизни. И люди слишком часто предпочитают лицемерие принципиальности. И вот это все отвергается по восьмерке мечей. Вот это лицемерие и двуличие. Но во главу угла ставится принципиальность. Следование каким-то принципам. Все по совести. Все по справедливости. Вырубая мечом. Устанавливая закон мечом. Если надо, жестко. Если надо, сам. Если нет никакой поддержки. Если вокруг сплошное лицемерие. Сплошные двойные стандарты. Вот так я вижу эту карту. Как базис. Знаешь, что? Относительно именно восьмерки мечей Сами собой напрашиваются цитаты от Фридриха Ницше. Такой неоднозначный персонаж. Жесткий, безапелляционный. И он был в своих воззрениях абсолютно уверен. И этим жил. И вот сейчас парочка цитат от Ницше для примера. Для карты восьмерки мечей. Цитирую. Если вы решили действовать, Закройте двери для сомнений. Или вот такое. Чем больше человек молчит, Тем больше он начинает говорить разумно. Вот как-то так. И на эту карту в своей арт-колоде Я поместил работу современного художника Хосе Бе Лорзе. И тут, смотри, человеческая фигура. Он или она следует по пустыне в сторону гор, К лучу света, Который вырывается из-под земли в небо. И он следует туда. То есть, мечи – это символ духа с большой буквы. И тут присутствует стремление к каким-то идеалам напрямую. То есть, вот эта фигура на карте следует туда, И она несгибаемая в своих устремлениях. Она целостная, Собранная в контексте осознания поставленной цели. То есть, да, это такая четко сформированная личная философия. Свод законов и правил, По которым надо действовать, Не отклоняясь от курса. Всегда. Во всем. Просто их выбрать. Четко обозначить. И вообще, вот это искусство меча, Боевого меча, Оно состоит не только в том, Чтобы сокрушить противника, правильно? Это, прежде всего, умение постигать корень жизни и смерти. И вот задача восьмерки мечей, Как я это вижу, С одной стороны, следовать принципам, Четким принципам, А с другой, максимально развить интеллект, Свой интеллект. И потом, как бы, подняться над ним. Как бы, расправить крылья, Вот этой вот свободы, да? И вот только в таком состоянии Можно выйти победителем Из любого внешнего конфликта. То есть, как бы, встать над ним. Над конфликтом. И вот человек, Который победил сам себя, Он вообще является победителем априори, изначально. Вот примерно так я вижу эту карту Восьмерки мечей. Понятно, что тут я замудрил, Но мне моя мысль понятна. Это очень крутая карта. На мой взгляд. Именно симбиоз принципов числа восемь И символизма масти мечей. Это очень сжатый во времени и в пространстве Интеллект, который базируется на принципах. Идем дальше. Восьмерка дубинок. По восьмерке дубинок, кстати, Уже был сделан отдельный ролик. Пускай это будет как какой-то альтернативный вариант. А здесь я вывожу следующий принцип. Немножко эту тему Раскачаю. Это, знаешь, такая концентрация энергии и силы воли. Энергии и силы воли, да. Которые могут свернуть горы. Но здесь же и внутреннее напряжение. Очень сильное внутреннее напряжение. То есть, ты готов к бою. Готов к отстаиванию своих интересов. Твои мышцы напряжены. Кулаки сжаты. То есть, вот эти вот условные дубинки, Они наготове. То есть, ты всем своим видом показываешь, Что ты не лыком шит. Что ты бывалый. И не лишенный умением держать себя. То есть, это такая конденсация энергии. Ее накопление. Видимо, для последующей разрядки. Да. Разрядки. То есть, это концентрация психической, творческой, Сексуальной энергии. Неважно. И вот эта идеальная концентрация энергии, Она предназначена для последующего направленного действия. Повторюсь, вот этой разрядки. То есть, энергия этой масти, дубинок, Она здесь сдерживается. От каких-то неконтролируемых выплесков вовне. Как и по карте четверки дубинок. Но, это нельзя назвать сдерживанием со стороны. Как бы давлением со стороны. Что может идти по карте четверки дубинок. Нет. Здесь это вынужденное. Или даже так. Необходимое. В данный момент накопление энергии Для последующего мощного удара. То есть, да. Это умение держать себя. Сдерживать. Пока. На время. Для пользы дела. Но последующий удар, скорее всего, будет мощным. То есть, челюсть противника, Она будет сломана сразу же. Опять же, да. Как метафора. И вот на этой карте, в моей тарошной арт-колоде, Иллюстрация от Нома Бара. Это очень известный в арт-кругах художник и дизайнер. Я ее сразу заприметил. И так, хоп. Да, это будет восьмерка дубинок. В общем-то и все по восьмерке дубинок. Идем далее. Восьмерка монет. И такой принцип я здесь выделю. Выделяю. Я лучше буду голодать, чем что попало есть. И лучше буду я один, чем вместе с кем попало. Да, это по Амару Хаяну. Такая мудрость. Правда, голодать навряд ли придется по восьмерке монет. Это скорее такая избирательность и профессионализм. То есть, для меня это карта мастера. В смысле, что такой персонаж по мелочам размениваться не будет. Он знает свое дело. И вот на карте изображения от известного современного иллюстратора Шепарда Ферри. Вот, пожалуйста. Инструменты мастера. Работа закончена. Инструменты аккуратно сложены. То есть, такая симметрия во всем. Качество. А если работа не закончена, то мастер приступает к своей работе, но у него всегда все на своем месте. В общем, масть монет тут неплохо монтируется с таким принципом восьмерки, как заземление-разумность. То есть, это может выражаться на физическом плане, как исключительная практичность со стремлением к созданию вокруг себя абсолютной гармонии, как устойчивости. И ощущение твердой почвы под ногами. Вот так бы я сказал. Еще я тут вот что отмечаю. Как я это вижу, да. Любым стремлением на физическом, материальном плане здесь может придаваться, знаешь, такой философский смысл, какая-то глубина. Например, при осознании несовершенства и шаткости мира, есть желание все это как бы улучшить, сделать более устойчивым, стабильным, качественным. Показать и рассказать другим, как это можно сделать, как все это можно улучшить. Вот то есть, подобные мотивы есть еще и в карте шестерки монет, и в карте тройки монет в какой-то степени. Но по карте восьмерки монет, тут вот подобным желанием, как процессом, придается очень важное значение. То есть, все это обращено скорее на сам субъект. То есть, это можно рассматривать и как параллельное совершенствование самого себя. Для достижения полной гармонии с миром внешним, который ты хочешь улучшить. То есть, улучшаю мир вокруг и улучшаю одновременно себя. Вот так я это вижу. И да, всему должен придаваться какой-то статус легитимности. То есть, никакой вот этой вот мутной воды здесь нет. Все конкретно. Если я улучшаю, то я улучшаю. По факту. Вообще, это очень удачное сочетание числа и масти, на мой взгляд. Вообще, очень удачное. Как и с четверкой хорошо монтируется масть монет. Как и с шестеркой, так и с восьмеркой. Но здесь, по восьмерке монет, в любое дело уже вкладывается душа. Если точнее, то это походит на один из заключительных этапов алхимического процесса. Работы с материей. То есть, как вот эти средневековые алхимики работали с материей. Это такая высшая одухотворенность процессом. Такой действительно мудрый подход к делу. Акцент на тщательности, проработке деталей. Развитии профессионализма. Совершенствование знаний. И в этом же процессе вот этот условный алхимик, он не только получает вот это золото, да. как финал, но и в то же самое время он сам превращается в золото. Он сам себя улучшает. Очень гармоничный взаимообмен между процессом, направленным вовне, и процессом, который происходит внутри. Одно без другого как бы существовать не может. А вот если конкретно про деньги, про деньги-денежки, то и бизнес так же будет строиться. То есть, дела так же будут делаться. Человек абсолютно отдает себя делу. И в то же самое время, в процессе, учится, сам совершенствуется, растет. И все это очень профессионально. А значит, и будет еще более прибыльно. Здесь, ну прям вот, очень все так серьезно, и очень все вот так вот правильно. Но вот действительно правильно. Понимаешь, вот действительно правильно. Вот как надо. Когда все идет как надо. Как-то так. Проникся. И последняя карта, это восьмерка кубков. Что я здесь вижу? Как контакт, опять же, с символизмом масти кубков и принципов числа 8. Это я вижу как самоанализ. Это, знаешь, такое самопознание, как путешествие. То есть, размышление о собственных чувствах. Когда через глубокие рефлексии нам открывается наше истинное Я. Как познание свойств и специфики собственной личности. Познание и изучение собственной эмоциональной сферы. Вот что-то из этой оперы. Под актом, скажем так. Да, под актом карты восьмерки кубков, я понимаю, знаю что, остановку всего потока мыслительных процессов. Каких-то логических, таких выверено. Когда вот нередко говорят, отключись. Отключи логику вообще. Конкретно сейчас этого не надо. Просто погрузись в себя. Хотя бы на момент. Погрузись в себя. То есть, в этот момент осуществляется некий переход от автоматизма до осознанности. То есть, происходит процесс понимания личностью собственного внутреннего мира. И вот результат такой деятельности, это формирование у личности только ей характерного способа. Не только думать и размышлять, а вообще в целом жить. То есть, я вообще рассматриваю ситуации по этой карте, как психотерапевтические. Вот о чем я хочу сказать. Либо, когда ты сам с собой этим занимаешься. Либо, как, например, посещение психолога, психоаналитика. Вообще, приобщение к подобным сферам. И вот для этой карты, в своей арт-колоде, я выбрал картину Фриды Калу. Что дала мне вода. Я вообще не сомневался, что должно стоять на этой карте. Я знал, что здесь будет, что дала мне вода. Это очень известная ее работа. И вот здесь художница, она изобразила свои личные, во многом болезненные мысли и переживания. А также культурные и политические взгляды. И вот они все взаимосвязаны и сосуществуют ванной, вот этой наполненной водой, вместе с автором картины. Она во всем этом, она во все это погружена. И возможно, она в процессе проработки, она прорабатывает все это, да. Как бы улучшая таким образом себя, выравнивая свою психику, так скажем. Ну, это совсем грубо, но примерно так. То есть, по этой карте я рассматриваю фиксацию на внутренних ощущениях, на каком-то внутреннем диалоге, на каких-то переживаниях. Но все это происходит с пользой для дела. Вот, например, смотри. Философы, писатели, музыканты, художники. Они часто очень погружены в работу и часто находятся вот в таком состоянии погружения. И вот их лучше оттуда не выдергивать. Не дергать их, не отвлекать. Иначе у них не получатся шедевры на выхлопе. Что-то ценное, красивое. Лучше не выдергивать. Они там. Здесь важно погружение в себя. И работа с собой внутри. А если относительно чувственно-эмоциональной сферы, то есть, любовь, морковь и все такое. Чисто по кубкам. То, что тут может быть тогда по этой карте. Я вижу так. Это, скорее всего, про одиночество. Про одиночество. Одиночество даже не вынужденное, но необходимое. Нужное для здесь и сейчас. И, конечно же, оно не будет таким, знаешь, страдальческим одиночеством. Нет. Это когда человеку важно побыть одному. Возможно, довольно продолжительное время, чтобы разобраться в себе. То есть, здесь чувственно-эмоциональная сфера, она не то, чтобы ограничена. И ты отгораживаешься от партнера, от каких-то новых знакомств. Нет. Ты просто грамотно, качественно даешь понять, что сейчас тебе лучше побыть одному. Чтобы никого не обидеть. Вот такие карты-восьмерки. И мне, кстати, очень понравилось записывать этот ролик. Да, что-то в этом есть. Я как бы эти карты прожил по-новому. И еще лучше их понял для себя. Это уже третий ролик, записанный по картам восьмеркам. Предыдущие два я забраковал. И вот, 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 вот что интересно. Да, вот, вот эти вот восьмерки, они что-то все время новое я в них для себя нахожу. Как я их чувствую, понимаю. В общем, спасибо мне за ролик. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok